Добрый день! Тема сегодняшней нашей встречи – это небольшая видеопрезентация новой книги, которая издана в рамках гранта президента Российской Федерации «Реликвия истории Мордовского края от артефактов к исторической реконструкции». И книга называется «Саранск в 17 веке. Строители и защитники государевых рубежей». Данная работа посвящена истории нашего города Саранска, которому в следующем году исполнится 380 лет. Город Саранск был основан как крепость на рубежах российского государства в 1641 году. И истории города, вот первые 60 лет его жизни приходится на золотой век московского царства или иначе на бунтажный век на 17 столетие. За первые 60 лет жизни произошел подлинный расцвет в истории города Саранска. Саранская крепость заняла главенствующее положение на Саранской черте, ей подчинялись еще три крепости – это Атимарская, Инзерская, Шишкеевская. Саранская черта – это 107 километров границы русского государства, который защищал наш город и вспомогательные крепости. О Саранской черте, о саранских воеводах, о их персоналиях, а также о тех людях, которые населяли город и уезд, рассказывает и эта книга. Она нам повествует, например, о саранских дворянах, о служилах по отечеству, у которых было 625, в десятине 1169-70-го годов. Также данная книга рассказывает не просто о дворянах, но и открывает стороны их повседневной жизни, их взаимоотношения между собой. Их рассказывает об их гардеробе, исходя из документов 17-го столетия. Эта книга также говорит нам и о других сословиях. Это, конечно же, прежде всего, служилы по прибору – стрельцы, казаки и пушкари. Каждому из сословий посвящается несколько глав. Каждое из сословий отрисовано великолепным художником Сергеем Олейником, и его работы также вы можете видеть на обложке книги. Данные рисунки не просто украшают это издание, но они еще и делают его более доступным и понятным, поскольку для детей изображают персоналии тех людей, которых давным-давно нет. И для того, чтобы люди и дети, читатели вообще все могли себе воочию представить, как выглядели наши горожане на основании подлинных документов. Вот, например, еще одна иллюстрация выбранного дворянина. И на основании каких-то других исторических артефактов, которые сохраняются в фондах, например, нашего музея, а также в фондах других музеев, и на основании документов, которые хранятся как в Мордовском краеведческом музее, так и в Центральном государственном архиве Республики Мордовия, и в Российском государственном архиве древних актов, это Москва, и на основании других архивов. Данная книга раскрывает и истории повседневной жизни. Так, например, из нее мы с вами сможем узнать о том, что в городах Мордовского края впервые в 1000 в конце 670-х, в начале 80-х начинает проникать такое невиданное новшество, как курение. Мы узнаем о том, как государство с этим боролось. Потому что в царских указах Саранска, Венсар и другие города Мордовского края было велено поступать с курильщиками по соборному уложению. А по соборному уложению 1649 года с такими людьми следовало расправляться очень и очень немилостиво. То есть, во-первых, по первой вине бить плетьми, сажать на чепь, как тогда сказано, или на цепь, и несколько дней не давать есть и пить. А если вдруг варять и в третий раз, то ссылать в дальние сибирские городы, куда государю кажут. Вот такие истории тоже раскрываются. Или раскрываются истории обычной повседневной жизни мирного сосуществования. Так, например, на основании документов, которые хранятся в Российском государственном архиве древних актов, поясняется история древнейшей обители Казанского мужского монастыря, который существовал уже к 1650 году, то есть был основан между 1641 и 1650 годами. Так, по документам, которые хранятся в Москве, оказалось, что саранский пушкарь Фролл Стрельников после своего переселения из Пушкарской Слободы, которая находилась между двумя современными мостами через реку Инсар и улицы Крупского, после переселения в современные пушкарские выселки, которое произошло в 1670-х годах, и к 1680-м годам ему прежнее дворовое место и огородное место стало не нужным, и он это дворовое и огородное место пожаловал игумену Иосифу Саранского Казанского мужского монастыря с братьями под овощ про монастырский обиход, как сказано в документе. И вот это пожалование закрепил воевода, один из саранских воевод. Вот подобные простые, казалось бы, страницы истории, они нам открывают, например, то, что игумен Саранского монастыря Иосиф оставил свой автограф, и из глубины веков мы находим рукоприкладство или автограф саранского жителя, которому более трех сотен лет. Вот такие вещи, они публикуются в данной книге и приближают нам историю. То есть, казалось бы, далекий, далеко от нас отстоящий XVII век, время основания города, оно теряется в каком-то таком далеком историческом тумане, но этот туман нужно рассеять, и мы рассеиваем. Также в этой книге много места уделено им тем памятником архитектуры, которые остались нам от бунтажного века. Это Саранская стрелецкая церковь Иоанна Богослова, что в Нагорной стрелецкой Слободе, которая была построена в 1693 году и существует и до сих пор, к счастью. Также в книге описываются те экспонаты, которые хранятся в фондах Мордовского Республиканского объединенного Королеведческого музея имени Ивана Дмитриевича Воронина, который происходит из данного храма и относится к XVII столетию. Описывается и другой памятник архитектуры. Это Макаровский погост, который был построен выходцем из Саранска, дьяком Макаром Артемьевичем Полянским, годы жизни которого 1650-1710. Подробно описывается архитектура данного сооружения и также описываются те предметы, которые хранятся в фондах нашего музея и связаны с именем этого выдающегося предхазного деятеля. Например, на престольное Большое Евангелие 1698 года с гравированным на крышке вкладным текстом вот эту самую вотчинную Иоанну Богословскую церковь. Через предметы, через документы хотелось сделать так, чтобы эпоха зазвучала, чтобы каждый житель города, взяв в руки эту книгу или каждый гость города, любой читатель, который бы открыл эти страницы, пролистал их, он бы увидел, что в XVII столетии город Саранск достиг своего первого такого большого расцвета. И этот расцвет был, конечно, связан с тем, что Саранск был центром черты, одним из центров пограничья, и здесь было сконцентрировано достаточно большое количество служилых людей. И еще одна большая глава посвящена, конечно же, саранскому торгу на основании классификации тех товаров и тех продуктов, которые зафиксированы в Саранской таможенной книге 1691-1992 годов. Здесь дается подробная классификация более чем 150 товаров, перечисляются поименно те саранские посадские жители и купцы, которые участвовали в этой самой значительной торговле, потому что саранский торг с конца XVII столетия становится одним из самых больших. И так продолжалось вплоть до конца XVIII-XIX веков, когда пензенский губернатор уже в начале практически 19 века скажет, что в Саранске вы можете купить все то же самое, что и у Макария, только по цене более умеренной. А вот этот расцвет саранских ярмарок опять-таки приходится на конец XVII столетия. Вот здесь об этом тоже говорится и пишется. Говорится и о повседневности, и о работе в том числе и о работе саранской таможни, и о деятельности саранского кабака. Даже приводятся те объемы вина, который производил кабак, который в том числе, кроме продажи населения, использовался в качестве и жалования служилым людям. Вот такие непридуманные истории, они и наполняют это издание. Я надеюсь, что эта книга доставит радость всем любителям искусства, истории и старины, и порадует истинных патриотов к 380-летию города Саранска. Редактор субтитров А.Семкин